Всем привет, друзья, с вами Никодим, и мы продолжаем наше первое прохождение игры Hearts of Iron 4. В прошлой серии мы сделали все возможное, чтобы подготовиться к войне с Гитлером. Осталось всего пара-тройка месяцев, и нам нужно сделать все возможное, чтобы оттянуть начало войны как можно позже, чтобы наша промышленность набрала обороты. У нас сильная нехватка пока что по средним танкам и по ПВО, но мы их уже производим. Мы, дело в том, что только что меняли в прошлой серии линейку на новый вид техники, средний танк сменили на Т-34, причем с модификации А, а ПВОшку мы сменили на второй уровень. Поэтому они у нас пока что разгоняются, смотрите, максимальная активность производства 80, они у нас упали до 30%. Следовательно, чем дольше Гитлер на нас не нападет, тем быстрее у нас разгонится промышленность, тем больше мы получим вот этих вот всех плюшек для средних танков и ПВО. И также у нас с тяжелыми танками есть некоторые проблемы, здесь мы тоже меняли на новые танки КВ-1, правда это было довольно давно, и эффективность уже разогналась до 54%, так что все, я думаю, будет нормально. Ну и по авиации, опять же, мы перешли на новые виды самолетов, сейчас они у нас, я надеюсь, начнут прибавляться. Смотрите, по 0,6 у нас в день, как я понимаю, нет, наверное, в месяц у нас делается, поэтому самолеты у нас тоже прибавятся. И у нас сейчас идет большая стройка, мы с вами тут заложили огромное количество военных фабрик, где-то около 30, в настоящее время у нас 134, я надеюсь, что мы приблизимся к 160. Это тот показатель, который сейчас у нас имеет Германия, мы можем посмотреть в ней разведданные, у ней уже 150 военных заводов и 117 фабрик. Ну, неплохо, по армейским данным мы тоже имеем некоторые данные, кстати, хорошо, у них не так уж и много танковых дивизий, всего лишь, ну, около, наверное, 15-20, так что я надеюсь, что у нас идеальные шаблоны для обороны, мы сможем сдержать вот этот, самое главное, первый удар сейчас сдержать, и для этого я думаю, что мы возьмем не числом, а умением. Смотрите, у нас прилетела вот эта вот бригада, эта бригада у нас сражалась вот здесь вот в Бельгии, там, правда, было 4 человека, вернулось у нас 2 с этим генералом, но, что я думаю, мы сейчас сюда к нему добавим полностью 24, чтобы было дивизии, то есть целая армия. И этой армией мы закроем вторую линию обороны, вот, от немцев. Давайте прямо сейчас этим начнем заниматься. Смотрите, в Минске у нас выгружается, итого, отсчитываем 2 плюс 22, будет 24, отсчитываем 22 бригады. Итого, я выгрузил 22 бригады, сейчас мы их добавляем к этой армии, и армии мы даем отдельную задачу встать на границе с Третьим Рейхом. Все, сейчас они у нас должны автоматически распределиться на самые опасные направления, занять вот это все положение, ну и у них хорошее такое оснащение. Давайте посмотрим, кстати, как по дополнительному тут идет нормально, и по пехотному снаряжению. Кстати, интересно, у нас то большие минусы, то большие плюсы, но в основном у нас пехотное снаряжение всегда идет в плюс. И не производится необходимое оборудование, это 2 самолета, мы пока что их временно выключили, в угоду нашим истребителям. И доступно решение, 25, давайте посмотрим, что мы можем. Наверное, в первую очередь, конечно же, мы разработаем какую-нибудь сталь, вот под Курском, например, мы разработаем месторождение стали, и сейчас у нас там учатся как раз науки, ротообеспечения, воздушный бой, и нам нужно будет накопить опыт армии. Для этого, друзья, мы сейчас, смотрите, прокачиваем все наши дивизии. Ну и не нужно забывать, так, послание государства Японии, оно объявляет войну государству Сан-Дзинь. Мы, конечно, нужно бы им, конечно, помочь, нашим вот этим вот коммунистическим товарищам, но мне моя рубашка ближе к телу, нам, давайте на паузе, у нас уже много ошибок, нам сейчас нужно постараться как-то сдержать японскую агрессию, чтобы она не началась против Советского Союза, пусть пока они занимаются Китаем, а потом уже мы с Японией разберемся. Наша главная задача сдержать первые где-то 3-4, может быть, 5 месяцев третий рейд. После этого у них ослабится натиск, и мы тогда сможем его откинуть вот сюда вот обратно до Берлина. Ну и Южная, я надеюсь, что на нас сильно не попрет, потому что там всякая сборная солянка. Я думаю, что мы сдержим, у нас есть две армии почти полностью укомплектованных, нужно будет туда добавить тоже несколько по одной дивизии в каждую армию. Ну вот такой вот у меня план, так что мы сильно с вами отстаем по промышленности, мы с вами сильно отстаем по военной, но я решил взять хитростью. Мы сейчас постараемся заключить мир с Японией, если, конечно, такое будет возможно, и тогда направим все наши силы на войну с Третьим Рейхом. Сначала мы его сдержим по плану где-то до конца 41-го года, а с начала 42-го года мы будем откидывать его обратно. Вот такой вот у меня, друзья, план. Посмотрим, насколько он у нас удастся. И у нас недостаточно ресурсов, у нас Вальфрам неожиданно заканчивается, поэтому давайте из Британской Индии мы запросим еще некоторые поставки. Они у нас сейчас постепенно раскочегариваются, и кто-то у нас просится в Альянс. Да, мне стыдно будет смотреть потом в глаза вот этому государству, Синьцзяну, но извините, друзья, коммунисты, наша рубашка ближе к телу, мы готовимся к огромной войне. И напоминаю, что в конце прошлой серии вот мы победили с вами финнов, вернее, в позапрошлой серии. Отвоевали у них значительную часть территории, так что мы обезопасили себя. Норвегия теперь принадлежит, смотрите, итальянцам и фашистам, так что если война начнется, нам придется воевать вот здесь вот не только в Европе, с Третьим Рейхом и южными странами, нам еще вот с этой Северной Норвегией придется отбиваться. Для этого я сюда как раз переслал танк. Ну ладно, они у нас пока что прокачиваются, и не нужно забывать, друзья, давайте мы сейчас сделаем это в первую очередь, даже на паузе нам придется это делать, нам сейчас придется привязывать всю авиацию. Смотрите, у нас есть два авиационных крыла, которые особо ничем не занимаются, это морские крылья, они не привязываются к военным генералам. Дальше, какие у нас здесь свободные? Это уже у нас привязана соточка истребителей, истребители мы вроде бы начали, странно, 32, но у нас здесь пошла прибавка, и причем она увеличивается. А как у нас по поводу пехотного снаряжения? Вот что я и говорил, у нас то плюс 50, то минус 50, абсолютно непонятно, почему такое у нас происходит. Так, с этими мы пока что нет, в альянс не будем, здесь не будем, оборудование мы знаем, решения у нас пока что никакие не принимаются. Что ж, друзья, давайте искать, где у нас вообще есть самолеты. Все самолеты мы попробуем, вот здесь у нас в Скандинавии ни то ни сё. Смотрите, находится истребительный и бомбардировочная авиация. Конечно же нет, мы всех пересылаем вот сюда, сразу же даем команду. Это будет у нас первая и основная такая летная дивизия. Вторая у нас здесь тоже бомбардировочная, тактические бомбардировщики. Мы их тоже пересылаем. Я даже думаю, смотрите, у нас большие аэродромы. Давайте вот сюда перешлем. Правда, вот здесь нужно будет соточку тоже догнать. Все, хорошие у нас здесь будут самолеты и фашистская дипломатия у нас с вами. Национальный фокус тоже изучен. Подумаем, куда мы пойдем. Укрепление Дальнего Востока, либо улучшить линию Сталина. Что здесь будет? Укрепление, получено 5 единиц сооружения. Укрепление в Одессе, в Минске, в Витебске. Да, конечно же, нам нужно будет вот эти вот укрепления, чтобы бороться как-то с фашистской нечистью. Самое главное, еще раз напоминаю, выдержать первый удар. Ладно, давайте, сейчас пока самолеты у нас с севера перелетают. Отсюда мы забрали. Здесь тоже, наверное, смотрите, у нас тут сколько истребителей. Давайте, тут даже аэродромов у нас больше нет. Вот, тысячный аэродром. Сюда пересылаем и попробуем создать преимущество превосходства воздуха. Да, я знаю, что это будет неимоверно сложно. Так, это у нас никому не привязано. Можно будет привязать, знаете, как я хитрость какую придумал? Можно будет привязать вот к этой вот северной армии при условии, если здесь есть хоть один аэродром. Вот такой вот аэродром. Надо бы построить один аэродром где-нибудь вот в северной Скандинавии. Правда, у нас здесь нету места. Вот здесь вот в очереди строительства я имею в виду. Поэтому давайте мы сейчас вот эти вот самолеты северные привяжем вот к этому генералу. Смотрите, здесь у нас как раз истребители. 300 истребителей. Нет, конечно, нам столько не нужно. Давайте мы сразу же освободим вот так вот минус 100. Нам истребители понадобятся где-то в другом месте. Все, здесь у нас генерал привязал, и если что, он у нас будет полностью распоряжаться. Вон, сразу дал превосходство в воздухе. Он будет полностью распоряжаться вот этими 200 истребителями. И может быть, если здесь у нас, где-то я видел здесь аэродром вражеский, то мы сможем занять его и переместить нашу авиацию поближе к нашей армии. Все, с этим мы решили. Теперь давайте группа армии-центр. Это у нас будет самая главная группа. Ей нужно будет назначить максимальное количество самолетов. Давайте сразу же начнем по основным. Итак, здесь 94. Странно, почему так мало? Потому что нужно тоже сделать соточку. Здесь у нас тоже сотка. И давайте тогда следующий генерал у нас привяжется сейчас вот к этим бригадам. Так, отлично. 300 самолетов мы сразу забрали. Ну и последний генерал. Это у нас такой резервный генерал. Он у нас тоже заберет часть самолетов на себя. Отлично. И нужно будет, конечно же, оставить самолеты для группы армии-юг. Потому что, смотрите, у нас здесь вообще нет, совсем нет самолетов. А придется нам где-то... Ну давайте думать, как у нас могут прорваться. Вот сюда могут прорваться валевов? Запросто могут прорваться, потому что здесь нет никаких оборонительных сооружений. Вот сюда вряд ли прорвутся. Поэтому на основании вот этого аэропорта мы с вами сделаем те самые истребители, которым мы 100 штук. Вот они у нас. Мы эти 100 штук сюда приделываем. Сразу делаем армию, равную сотке. Пусть сюда добавляются. И привязываемся к южной армии. Погнали, друзья. Ну вот у нас генерал Жуков. Я бы, наверное, даже не Жукову... Нет, давайте все-таки Жукову отдадим эти самолеты. И вот они у нас привязались. 87. Сейчас у нас здесь добавится другое количество самолетов. Я не думаю, что здесь вот самолеты будут в первостепенной надобности. Давайте сразу же мы тогда снимаем у них обучение. Дальше. Группа армии-центр. Тоже нужно будет сейчас перепроверить, чтобы у них было, кроме обучения, вот такие вот атакующие действия. Следующие у нас самолеты. Здесь они встали уже в автоматический режим. Можно будет еще удар по аэропортам сделать от стратегической бомбардировщики. Тут мы тоже прокачиваем все. И удар по портам. И, ну, наверное, вот так вот. Чтобы здесь в Балтийском море тоже иметь какое-то преимущество. Все. По армии мы, друзья, все распределили. Все самолеты у нас вроде бы встали в боевые позиции. И это, наверное, хорошо. Поддержки с воздуха у нас пока что нет. Все бригады мы сделали по соточке и 200 бомбардировщиков. Ну, я думаю, это прям будет... Вот, 60. Давайте мы здесь тоже добавим до 100. Но у нас, к сожалению, нет вот этих вот тактических бомбардировщиков. Следовательно, мы не сможем ими эффективно управлять. Все, друзья. Так, китайцы запрашивают помощь. Пока что обойдутся. Пусть сами как-нибудь борются. Неужели они не смогут столько китайских стран? Тут еще Монголия не могут справиться вот с какими-то обычными японцами. Мне сейчас нужно, самое главное, заключить с ними договор. Если я заключу договор с японцами, можно будет вообще ничего не бояться. Тогда я на 100% буду уверен, что я смогу победить вот в этой вот великой войне с Гитлером. А пока что смотрим, как у нас с науками. Науки прокачиваются. Можно будет, наверное, в скором времени снимать вот эту вот прокачку, потому что у нас хорошенько уже прокачали все наши войска. И ротообеспечение мы с вами изучили. Давайте посмотрим, что в первую очередь нам понадобится. Начнем, конечно же, с промышленности. Здесь у нас 134 дня, рассредоточенная промышленность и повышение эффективности производства. И то, и другое нам очень важно, но я думаю, что повышение эффективности будет главнее, потому что, смотрите, наши линейки начинают уже кое-где, вот, например, в пушках, там, в дополнительном оснащении, в машинах, начинают уже упираться в лимит. Поэтому давайте отпускаем с паузы. Это будет очень хорошее вложение. И как у нас здесь, смотрите, уже 37%, здесь уже 45%. Я даже думаю, что у нас пошли плюсы, скорее всего, по средним танкам. Да, большой плюс. По легким танкам они нам не нужны пока что, мы их минимально используем. По тяжелым танкам и по истребителям. Вот, нам истребителей дико не хватает. Давайте сейчас что-нибудь предпринимать в этом направлении. Итак, по средним танкам придется, ну, сейчас без толку у нас давать заводы, потому что у нас не прокачана эффективность. Поэтому это было бы глупо. Поэтому давайте мы вот в тяжелые танки, которые у нас более-менее прокачаны, мы им дадим сейчас... Ну, тоже они у нас не до конца прокачаны. Вот давайте истребители. Смотрите, у нас истребители прокачаны прям очень хорошо, поэтому мы дадим им преимущество. И все, что у нас построятся стройки с военными заводами, они сейчас у нас пойдут как раз на истребители. Так, производится оборудование, доступно новое решение. Посмотрим, что мы еще можем в Златоусте, под Белгородом, в Уральске. Сколько у нас здесь? Нет, хром нам не нужен. Здесь Белгород. Давайте в Белгороде построим сталелитейный комбинат, потому что я думаю, что когда начнется война, нам каждая граммулечка стали будет нужна. Мы обязательно все это с вами застроим. Ну и ждем, когда начнется война. Смотрите, у нас уже 22 февраля. Если я правильно помню, то в конце 40-го, в начале 41-го года японцы все-таки заключили мирный договор с Советским Союзом, и поэтому мы смогли выиграть войну. Поэтому я хочу хотя бы ради даже историчности заключить договор с Японией, который почему-то пока что не телится. А у нас еще нужно будет следить за нашими войсками, которые у нас прокачиваются не очень эффективно, танковые войска. Давайте, наверное, добавим парочку вот так вот бригад, пока мы их можем снабжать. Здесь у нас сейчас будет огромнейшая недосдача, я так думаю. Сейчас изменится вот здесь на минус. Тяжелый, скорее всего, пойдет у нас в минус. Но мы как-нибудь выдержим. Три уже. Помните, было минус шесть, сейчас стало минус три. ПВО. Так, с ПВО огромная засада. Придется нам ПВО ставить все-таки на первые позиции и усиливать его. Потому что, ну, как вы видите, самолетов у нас не хватает. Они еще, к тому же, и не делаются. Вот у нас не делаются самолеты. Поэтому придется нам как-то сейчас выруливать всю эту ситуацию. Ну и давайте посмотрим, группа армию, как у нас тут с самолетами. Пока что привязали вот эти вот 95. Вспомним, где у нас еще какие-нибудь есть аэропорта, где у нас есть какие самолеты. Это северная. Здесь у нас принадлежит, ага, это какой-то армии северной. Но, кстати, не очень хорошая позиция. Лучше переместить куда-нибудь вот сюда, вот поближе в Прибалтику. Или он к кому? К 10-й армии. А кто у нас 10-я армия? И улучшенная артиллерия. Модернизацию мы с вами уже провели. Это очень как раз вовремя. Давайте дальше заниматься именно артиллерийскими снабжениями. Так, у нас здесь артиллерия, которая будет бить по пехоте. Обязательно сейчас ее усиливаем, потому что это будет наша основная боевая единица. Мы все-таки будем брать не мясом, а будем брать умением. И неприкрепленная одна дивизия. Так, здесь росгвардейцы. Мы их на подавление сейчас тоже ставим. И нам, наверное, нужно будет их перекидывать. Нет, все правильно. Пусть они пока что будут у нас вот здесь. Смотрим, как у нас на оккупированных территориях. Смотрите, Латвию мы задавили, легионерскую Румынию тоже, Литву, с Польшей только лишь есть некоторые проблемы. 9% и у нас, похоже, не растет и не падает. То есть по 9% здесь у нас держится. Все остальное у нас по нулям, включая и Финляндию. Так что мы с вами абсолютно верно выбрали в прошлой серии тактику. И Норвегия, друзья, капитулирует. Норвежские власти создали правительство в изгнании, а капитуляцию основных сил принял представитель государства Италии. Теперь контролирующий главный орган страны. Италия и Норвегия явились незначительными участниками крупного конфликта. Война, в которую втянуты оси союзники, продолжается в других регионах. И модернизация ПВО. Мы как-то все мгновенно, друзья, изучаем. Смотрите, ПВО мы выучили. Зенитку можно будет сейчас еще и усилить. Урон от бомбардировок минус 2%, воздушная атака плюс 10%. 144 дня. Только бы нам успело хватить времени для того, чтобы прокачать наши основные вот эти вот вооружения. Так, неприкрепленные дивизии. Это у нас еще один Росгвардеец в порядке. Альянс, извините, здесь нормально. Доступное решение. 49. Я думаю, давайте начнем с чего-нибудь крупного. С крупного у нас нету. Столько огромного количества очков. Здесь на Уральске. Хром нам не нужен. Под Курском. Смотрите, здесь у нас 10 фабрик. Здесь у нас тоже 10. А здесь 12. Давайте тогда под Курском мы еще сделаем. И посмотрим, как у нас вообще дела со строительством. Строительство, конечно, нужно будет вот так вот перемежать с инфраструктурой. Инфраструктура, конечно, очень важна. Я не спорю. Там у нас еще и сломанная вроде бы была немножко инфраструктура. Нет, смотрите. Сломанной инфраструктуры у нас нету. И тем временем у нас уже 140 военных заводов. А у Третьего Рейха сейчас мы подглянем по разведывательным данным. У него сейчас 160. То есть мы постепенно начинаем догонять фашистов. Идет выполнение. 4 мая, то есть буквально через полтора месяца, у нас закончится внедрение в армию. И мы получим там какую-то армейскую технологию. Надеюсь, что все у нас пройдет нормально. Каких-то проблем у нас больших не будет. И смотрите, у нас танки 22. Я предлагаю сделать вот что. Смотрите, у нас в Минске механизированный корпус. Нет, мы поставим вот так вот во Львов. И прикрепляем их вот сюда к нашим основным танкам. Все, здесь мы с вами укрепились. Здесь у нас идет обучение. Нужно будет перед началом войны, конечно же, отключить вот это вот все обучение. Потому что, ну иначе мы просто не выдержим. Если мы забудем. Потому что у нас будет очень низкая организация. И все будет очень плохо. Поэтому где-то, ну, в 1 июня, если здесь исторично все будет соблюдаться, мы 1 июня отключим вот эту вот прокачку. И меня сильно волнуют японцы. Они явно что-то задумали, несмотря на то, что они сейчас нападают на Китай. Мне кажется, что они посматривают в сторону СССР. И знаете что? Пока мы с вами ждем начала Великой войны, мы с вами посмотрим, как у нас вообще вот с Тихоокеанским флотом. Вы мне написали много комментариев. Давайте мы, наверное, на Тихоокеанский флот. Не хотелось бы раздражать. Ну, давайте вот какого-нибудь вот этого, например, генерала-адмирала назначим. Все. И здесь у нас тоже идет обучение. Мы тоже прокачиваем очки флота. Хотелось бы, конечно, посмотреть, как тут что работает. Приоритет, вступать в бой. Я пока что абсолютно не разбирался вот с этими видами. Смотрите, вот у нас 15 подводных лодок. Давайте посмотрим, как это у нас работает. Вот что такое выбрать. Итак, выбираем 15 подводных лодок. Одна у нас почему-то сломанная, немедленный ремонт. И модернизация корабля. Давайте взглянем, как это делается. Итак, ранний корпус подводной лодки 10 щука. То есть это более современный вариант. Создать новый вариант. Здесь у нас тоже точно такие же характеристики, которые есть и у любых войск. Давайте на паузе, потому что нам придется, наверное, долго разбираться с морскими делами. И, ага, вот как модернизируется непосредственно сама подводная лодка. То есть мы можем либо нажать на авто, так как в Стелларисе, скорее всего, у нас тут что-то... Давайте попробуем. Так вот, у нас добавился еще один установленный модуль, увеличенный торпедный отсек. Позволяет разместить больше торпедных аппаратов, а также содержит дополнительное пространство для персонала боевой части. Ну что ж, я думаю, что это неплохо. Ну, правда, я так думаю, что здесь, скорее всего, будет все то, что мы с вами изучим в науках для моря. А мы не изучаем просто ничего, поэтому давайте. А это только лишь для одной лодки или для всех лодок мы такой шаблон сохранили? Давайте сейчас попробуем. Итого, смотрите, 2-2-2. Теперь выбираем какую-нибудь другую подводную лодку. Ну, прям вот эту, например, на выбор. И смотрим, как у ней шаблон. 2-2-2, да. То есть все подводные лодки у нас полностью поменяются. И так, параметры у них изменились. Проект смотрим. Нет, смотрите, как-то удивительно, но не все подводные лодки. Может быть, нужно было спустить с паузы для того, чтобы у нас принялись все вот эти вот значения. Но почему-то они у нас не принимаются. Давайте посмотрим, как это делается. Вот здесь у нас, скорее всего, есть какой-то подводный флот, конструктор, но никак он не связан. К сожалению, с морем здесь только есть сухопутные войска. Здесь даже авиацию мы особо-то сильно качнуть не можем. Тогда, наверное, вот здесь, в строительстве кораблей, есть какие-то изменения, я думаю. Давайте сейчас посмотрим. Вот, например, та самая подводная лодка. Вот, корпус. Значит, да. То есть здесь нужно было изменять. Здесь вот мы сохранили. И теперь все эти имеющиеся подводные лодки будут выпускаться вот в таком вот виде. И может быть, кстати, я очень надеюсь, что те другие подводные лодки тоже пройдут перевооружение и тоже догонятся вот этими торпедными аппаратами. А мы с вами, друзья, изучили претензии на Бессарабию, претензии на Польшу, обезопасить Прибалтику, претензии на Прибалтику, улучшить линию Сталина. Так, национальный фокус у нас как-то сразу дал, я так понимаю, целую ветку. Смотрите, целую ветку. И значит, мы можем открыть войну с Германией. Так, а что если нам первым напасть на Гитлера? Вот это было бы, конечно, очень интересно, правда, неправдоподобно, но война с Германией. Давайте мы лучше изучим что-нибудь более полезное. Вот, например, СМЕРШ бы изучить, но начать мы его не можем, потому что войны сейчас в данный момент нет. Также эвакуации на Урал и обороны Москвы мы тоже не можем никак начать, потому что Гитлер нас не напал, и он Москве, я так понимаю, не угрожает. Поэтому давайте мы пока что война с Германией, мы ее попробуем обмануть, гитлеровскую Германию, мы сделаем вид, что мы будем антикапиталистическую направленность. Во, это классная идея, что, я надеюсь, позволит нам как-то оттянуть начало войны и подружиться с японцами. Вот бы сейчас хорошо японцы предложили бы нам мирный договор, германцы бы продлили пакт Молотова-Риббентропа, но у нас стоит галочка историчность, поэтому такого, я думаю, не будет. Потому что у нас все идет по историческим канонам начала Второй мировой войны. Ладно, друзья, смотрите, у нас уже есть 50 очков, мы можем еще какие-то доступные решения. Комбинат Златоусти, три фабрики у нас добавятся. Так, Югославия присоединяется к союзникам, Третий Рейх и сразу же объявил войну. Это плохо. Здесь у нас 12, давайте под Белгородом мы тоже с вами построим. И нам придется сейчас, я так думаю, на паузе искать все те металлургические комбинаты. Вот, под Курском 36, давайте мы сразу вот этот вот металл себе полностью заберем. Потом у нас под Белгородом это где-то вот здесь, если я правильно помню. Так, Бессарабия, Львов, Волынь. Сейчас давайте на паузе, чтобы у нас здесь не шло. Я потрачу некоторое время для того, чтобы найти самые жирные куски всех металлов. Вполне возможно, мы найдем даже и хром. Хром у нас по максимуму, здесь у нас прокачивается. Вот, у нас еще есть нефть, мы ее качаем. Здесь нефть тоже прокачали. Стали у нас где-то было много очень в Сибири. Вот, 32, но Энгельс мы уже тоже прокачали. Так, друзья, вот 28. Под Оренбургом мы с вами открыли новые месторождения. И здесь 68. Конечно же, в Магнитогорске берем всю эту сталь без всякого сомнения. Алюминий 19, наверное, это тоже довольно-таки много. Поэтому алюминий мы забираем себе. Это не нужно. И к озеру Байкал мы здесь собрали все самые вкусные плюшки. Поэтому они еще даже не успели у нас достроиться. Вот, у нас... Ну, давайте мы в Чите тоже это заберем. Правда, если японцы сейчас начнут войну, нам придется нелегко. Нам придется потерять все вот эти вот плюшки большие. Так, 23, 29. Николаевск. Давайте в Николаевске мы тоже, конечно, прокачаем сталь. Ну все, вроде бы мы все здесь забрали. В Ленинграде мы тоже качнули инфраструктуру. В Карелии у нас особо ничего нету. Польша и Прибалтика, ну, здесь какие-то копейки. Не стоит даже на них отвлекать свое внимание. И давайте спускаем с паузы. Сейчас еще раз посмотрим центр нашей России. Все ли... Вот, Орел. Я же говорю, что мы не все забрали. Смотрите, плюс 12 сразу же забираем. Брязань, в Москве можно будет, но это какие-то всего плюс 2. Под Ржевом. Вот дойдут ли сюда немцы или не дойдут, я не знаю. Но давайте попробуем. Вернее, наоборот. Давайте сделаем все возможное, чтобы к Ржеву немцы не смогли пробиться. А у нас уже 2 апреля. Немцы готовятся к войне вовсю, разрабатывая свой план Барбаросса. И нам сейчас нужно будет... Ну, самое главное, друзья, это, конечно же, сдержать первую атаку. Сдержим первую атаку, будем жить. Не сдержим первую атаку, погонят нас немцы до самого Урала. Надеюсь, что такого, конечно же, не будет. И мы наблюдать сейчас будем за нашей промышленностью. Смотрите, здесь уже 3.3 по средним танкам. Странно. Было 3.0. Почему средние танки у нас увеличиваются. Истребители у нас начали прибавляться. Так, друзья, я предлагаю сейчас очень важный момент. Мы северной армии сейчас посмотрим, что мы ей прикрепили. Пакт о ненападении с государством Японии. Да неужели? Несмотря на растущие трения между японскими лидерами и государством Советский Союз, японское правительство вновь начало переговоры о подписании пакта о ненападении. Преимущества для нас очевидны. Но какие преимущества для японской стороны? И не пожалеем ли мы об этом? Нам наплевать, нам самое главное, чтобы хотя бы год, где-то до 42-43 года, Япония на нас не нападала. Если мы справимся вот с первой атакой, как я планирую до конца 41 года, тогда мы, конечно, захватим весь мир. Нужно поддерживать мир пока что. Ага, будет подписано. Главное не дать им никаких преимуществ. Нет, мы будем, конечно же, поддерживать мир. Все, что я добивался на протяжении всех последних двух серий, я, наконец-то, этого добился. Теперь Япония нас атаковать не будет. Это очень хорошо, друзья. Можно будет вообще забить на Дальний Восток, забрать отсюда, ну, я думаю, даже армию, потому что японцы вряд ли нарушат кодекс самурая и нападут на нас. Все, друзья, мы теперь полностью развязаны. Теперь план у меня следующий. Как в России есть такой ямочный ремонт, мы тоже будем делать ямочный ремонт наших армий. Когда война сейчас начнется, я покажу, что я придумал. Так как мы сильно сливаем по промышленности и по армии, то есть мы не сможем с вами справиться с Гитлером, я придумал новую тактику, которую хочу сейчас опробовать в этой войне. Но для начала нам нужно будет изучить какую-нибудь новейшую технологию. И вот 134 дня, конечно же, мы все сейчас будем вкатывать в промышленность. 143 завода. Что-то у нас совсем завода-то и не строится. Кавказские горы нам дадут нефть, потом пойдут заводы. И опять у нас здесь это уже по резервам, по ресурсам пойдет. Третий рейх обосновал цель против нас. То есть они уже какую-то территорию себе наметили. Я пока что не знаю какую, но по моему плану, если все, конечно, пройдет, то должно быть все очень хорошо. Так, танков у нас есть, если что, в запасе 5 штук. Росгвардейцы, если что, на подхвате тоже нормально. И самое главное, чтобы не начались какие-то территориальные 10% Польши. Чувствуют эти поляки, что немцы сюда приближаются. Но мы их задавили жесткими нормами. Фабрики работают вовсю, так что никуда они от нас не денутся. Ладно, друзья, отпускаем. И смотрите, я думаю, сейчас сделаем следующим образом. У нас 3 мая. В принципе, если немцы здесь исторично будут нападать, то у нас остался ровный месяц до начала Великой Отечественной войны. Поэтому давайте мы сейчас группа армии центра. Переходим к центру. Вырубаем здесь полностью обучение. К тому же у нас, смотрите, все войска стали регулярные. Отлично. Ну, почти все войска стали регулярные. Теперь группа армии юг. Мы тоже отключаем обучение. Нам сейчас нужно будет хорошенько окопаться. Сейчас они встанут на окопку. И тогда немцы стукнутся об нас. Разобьют свои передовые части. И дальше мы их сможем уже откидывать по нашей тактике ямочного, скажем так, ямочной поддержки пехотинцев. Сейчас увидите, что я придумал. Мне кажется, тактика будет гениальной, если она, конечно, сработает. Танки мы тоже пока что отключаем, потому что здесь венгры и румыны на нас могут тоже попереть. И где у нас еще? На севере. Так, стоп. На севере мы тоже, конечно же, вырубаем все. Нам теперь нужно будет на паузе разобраться с самолетами. Отключаем. Ну все, 200 самолетов. Вот они у нас. Правда, тут видите, как плохо. Не задевает он. Лишь только вот эту верхушку задевает. Поэтому не вижу я здесь большого смысла держать огромного количества самолетов. Можно попробовать... Давайте вот так вот уменьшим. Итого, спускаем в паузу. 100 самолетов у нас как бы освободилось. И все эти самолеты мы с вами перемещаем в группу армии Центр. Давайте. Вот сюда. Нет, лучше даже поближе куда-нибудь. Так, здесь нас могут захватить. Вот сюда вот. Вот сюда мы с вами добавляем еще. А смотрите, сейчас у нас должны пополниться истребители. Делаем новую истребительную группу. Так, и 16-е, и 15-е. 94. Ну давайте вот так вот этих сделаем. И идет пока что развертывание. Сейчас у нас развернется. Мы должны будем привязать к группе армии Центр. Вот к этому фельдмаршалу мы сейчас привяжем те самые самолеты, которые мы с вами перевезли сюда. Вот, готово. Ожидание. Так, ну я думаю, что вот у этого генерала слишком мало войск. Вот 94, теперь будет все нормально. Сразу же даем им задание на воевать. Ну, насколько я знаю, генералы сами у нас распоряжаются, как и чего делать для самолетов. Все, отлично, друзья. Смотрите, как у нас 33 истребителя уже новейших у нас сделано. Германцы готовятся к войне. 3 мая. И подождите, у нас с вами выполнено внедрение в армию. Что же мы с вами получили? Итак, отряд без проблем проник в страну и эффективно избавился от хвоста. Наш агент связался с солдатом, который был надежным источником информации. После нескольких напряженных дней наш отряд смог организовать эвакуацию и покинуть район действий. А дали нам, друзья, получить внедрение в третий рейх. Опять ничего не дали. А обещали, там было написано, что нам дадут какую-то технологию. Да, кидалово, конечно, полное. Ничего нам опять не дали. Я, конечно, понимаю, что, смотрите, скорее всего, сейчас, если мы зайдем в Германию, зайдем вот сюда, вот разведка данных, и наберем вот здесь вот армию. Смотрите, как интересно. Нас даже здесь обманули, никаких данных нам не дали. Вот это чудеса, друзья. Но мы зато посмотрим. 170 фабрик у Гитлера, 140 фабрик у нас. Так что мы потихонечку начинаем догоняться и не сильно, надеюсь, сейчас в начале войны сольем Гитлеру. Ну да, момент, конечно, очень интересный. На Востоке у нас сейчас идут учения. Давайте пока оставим восточное учение. Хотя нам нужно будет припасы. Да, давайте убираем. И прекратить боевую подготовку. Куда прекратить? Югославия капитулирует. Югославские власти создали правительство в изгнании. А капитуляцию основных сил принял представитель государства Италии. Теперь контролирующий главный орган страны. Италия и Югославия остались незначительными участками крупного конфликта. Война, в которой втянуты оси союзники, продолжается в других регионах. И мы с вами выучили, вовремя, кстати, до начала войны, выучили улучшенную артиллерию. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Ракетная артиллерия. Ну, сколько здесь противопехотка? 30? Нет, слишком, мне кажется, дорого. Еще нужно будет начинать обучение. Лучше, наверное, изучить вот эту вот пушку. 214 дней. Либо, но мы с противотанковыми не делаем ничего. Смотрите, здесь ресурсы. 134 дня. Да, давайте по ресурсам мы, конечно же, изучаем. Это будет для нас сейчас главнее. И смотрим по доступным решениям, какие мы можем выбрать еще. По вербовке нам не нужно. Здесь, ну, мир мы уже обещать не можем, потому что мы вот-вот сейчас начнем воевать. Вот пропаганда против Третьего Рейха, что нам даст поддержкой войны в неделю? Всего лишь. Нет. Это тоже нам не подходит. Поэтому выбираем что-нибудь из разряда раздела ресурсов. Смотрите, 10 хрома, 10 металла. И во! В Челябинске 20 стали. Ну, конечно же, мы берем 20 стали в Челябинске через 60 дней. Это даже не обсуждается. Челябинская сталь понадобится нашей Родине для того, чтобы отбросить Гитлера. И у нас 17 мая, друзья, мы на полной скорости приближаемся к Великой Отечественной войне. Так, сейчас, по моей задумке, мне нужно сделать таким образом, чтобы у нас вот эти вот войска были полностью обучены 24. Государство Народное Менчанка объявляет войну государству Менцзян. То есть, смотрите, коммунисты там даже еще и огрызаются. Давайте посмотрим. Может быть, им стоит все-таки помочь. Смотрите, Синцзянь выстоял. Вау, молодцы какие! Здесь Народный Менчанк, вот, тоже выстоял. Причем это коммунистическое, если я правильно помню, государство. И Менцзянь, это вроде фашисты. Да, это фашисты. Государство Третий Рейх, вот это интересно, сообщает, что изменило дипломатический статус с нами на разорвать пакт о ненападении. Знаете, о чем это говорит, друзья? Это говорит о том, что Германия вот-вот ударит нам в лоб. Но мы, кажется, полностью с вами уже готовы к началу войны. Что ж, нам сейчас самое главное не пропустить начало войны, попробовать мою тактику, которую я теоретически придумал в голове. И если все у нас получится, тогда мы через, ну, по прогнозу, через два-два с половиной года будем гнать немцев к Берлину. Потому что, ну, я надеюсь, что я покажу тактику тогда, когда она придет. Так, смотрите, группа армии Юг у нас не полностью укомплектована. Давайте сейчас на паузе мы сделаем следующее. Мы сейчас в группу армии Юг высадим парочку бригад. Причем вот Минск, Бессарабия, давайте вот в Кишинев. Раз, два. Вот так вот две бригады. И их сразу же мы тогда перераспределяем. Одну мы отправляем сюда, вторую бригаду мы направляем вот сюда. Сейчас сюда придут юнцы, каждый к своему генералу, встанут на позиции. И пока мы уж смотрим группу армии Юг, давайте посмотрим, как у нас здесь с авиацией, друзья. Так, здесь у нас пока что просто истребительная авиация. Нету каких-то других самолетов. А какие у нас есть? Вот, Илы межвоенного периода. Ну, давайте мы возьмем эти старые самолетики, сделаем из них тоже какую-никакую бригаду, вот сюда вот. И сейчас, когда они у нас развернутся, мы припишем вот ко второму генералу. Так, сейчас произойдет развертывание, только бы раньше времени Гитлер не начал войну. Если вот он хотя бы в августе или в сентябре нападет на нас, будет тогда, ну, я уверен на 100%, что тогда мы победим. А пока что мы прибавляем 51 истребитель, даем им команды на атаки и перепроверяем все наши остальные аэродромы, чтобы у нас не было каких-то проблем перед началом войны. Здесь мы с вами всем армиям привязали дальше. Вот, ожидание крыла почему-то не хочет он у нас. Странно, зачем нам сюда? Давайте лучше вот сюда сейчас атаковать. И по командам он у нас стратегическую бомбардировку будет сейчас занимать. Можно, кстати, вот на север. Нет, север здесь западная Польша, единая территория. Все. И последний аэродром у нас помогает 8-й и 10-й армии. Вот тут, конечно, цвета нарисованы. Ага, синенькая это вот наша новая армия, а коричневая это наша вторая армия. Государство Мэнцзян забирает одну территорию народного Мэнчанга. Так, коммунисты начали потихонечку сливаться. Плохо. Вот не помогаем мы им. И они у нас полностью здесь захватили, ну, при помощи своих японских друзей. Самое главное, чтобы Япония сейчас не начала против нас какие-то атаки. Давайте еще вот что посмотрим сейчас по-быстрому. Итак, у нас здесь флот. Мы с вами переделали подводные лодки. И вот выбираем, посмотрим сейчас, ну, в любой подводной лодке, переделался ли у них проект. Странно, но почему-то проекты у них не переделываются. Хотя мы дали им команду, чтобы все лодки были переделаны вот под такую вот штуковину. Неужели нам придется сейчас все каждое... Нет, вот смотрите. А, просто не успевает. Я понял, промышленность у нас не успевает. Смотрите, три лодки пока что сделались. На четвертую, на пятую лодку у нас уже не хватает силенок. И пакт Молотова-Риббентропа на нас больше не будет влиять. Это значит, что мы с вами сможем, ну, после того, как делаем антикапиталистическую дипломатию, мы с вами сможем взять вот секретные данные против Гитлера. Будем ждать 22 июня, когда Германия нападет на нас. Давайте сразу же еще раз на паузе. Все перепроверяем. Итак, группа армии Север стоит, ждет танк у нас где-то. Вот у нас танк. Если что, дадим ему команду пробежаться по всей этой территории, откинуть фашистов. Ну и здесь вот просто будем держать... Даже не здесь, а вот здесь мы с вами будем держать, чтобы захватить вот этот вот порт. Чтобы у нас фашисты не смогли высадиться на территорию Кольского полуострова. С Севером я план вам рассказал. С центром. С центром у меня план следующий. Давайте с паузы спускаемся. Мы ничего не будем вообще делать. Мы... О, танки подводили. Так, друзья, танки подвели вот на этом направлении. Следовательно, прорываться они будут у нас на Киев. Ясно. Так вот, план у меня с группой армия Центр следующий, 20 июня. Мы сейчас ничего не будем делать, а просто точечно постараемся сдержать немецкую армию. Дальше. На севере у нас... Ну тут, кстати, очень слабенький. Я даже думаю, что мы вот этой второй группой сможем уступать. И третья линия, она у нас запасная, она стоит сзади всех наших войск, так что она не даст прорваться. Вот давайте мы, знаете что, на всякий случай войдем во Львов. Конверное производство закончилось. Очень, кстати, вовремя. Давайте мы с военной промышленностью начнем с танков. По 400 и по 300 дней нам не подходит. С пехоты теперь начнем. 200 дней и 173 дня. Пехота, защита... Да почему бы и нет? Смотрите, защита, прорыв. Так, к тому времени у нас война. Да, я выбираю вот эту вот штуковину, потому что нам нужно будет сейчас максимально защищаться. 24 июня. Очень хорошо. Гитлер на нас не нападает. Мой план пока что идет по плану. И мы с вами закрыли практически все позиции, кроме ПВО и средних танков. Смотрите, 2К мы с вами сделали. Там было что-то около 4, сейчас 2. Здесь 1,6. Так, давайте сейчас на паузе посмотрим, как у нас строительство. Начали строить военные заводы по производству. По производству нам нужно полностью сейчас вложить все в ПВО. Это первое. В истребители. Как у нас с истребительной авиацией? Минус 24, но по одному истребителю у нас делается без проблем. С танками. Вот с танками не разогнана линейка, причем как все предыдущие. Давайте мы вот так вот в танки пока вложимся. И самое, друзья, главное, это, конечно, пехотное снаряжение. Его кажется много, но в какой-то момент, когда, например, армия какая-нибудь сольется, или там дивизии, у нас здесь будет не плюс 180, а минус 180. А так как у нас на складах всего лишь 56К, то они закончатся буквально за месяц или даже за два. Поэтому, конечно же, мы сейчас в пехотное снаряжение тоже даем вот дополнительно. Ну и на КВ мы с вами тоже тогда увеличиваем. Все, а по пушкам я вижу, что у нас там прям артиллерия. Ух ты, вообще прекрасно. Отлично. И теперь нужно будет еще взглянуть на торговлю. У нас сталь заканчивается. Мы с вами закупаем огромное количество импорта вольфрама. Вот это неожиданно. Смотрите, у британской Индии и у британской Малайи. Насколько я знаю, на Малайи у нас будут нападать страны АСИ. Там Япония, Корея и еще другие. А британская Индия, ну, будем надеяться, что она у нас воевать не будет. Итак, друзья, у нас немцы обосновали цель. Китайцы просятся вступить в альянс, но мне моя рубашка дороже. Япония объявляет войну государству Сибэйсаньма. Ох, хорошо бы, конечно, там тоже повоевать. Я даже думаю, что мы сможем удерживать. Ну, оттеснить японцев вряд ли, но удерживать. И вот так вот Маньчжурию бы забрать, чтобы вот так вот территорию. Я думаю, что мы смогли бы. Но, так как я играю первый раз в жизни, я боюсь, что я тупо не успею туда-сюда. А смотрите, а монгольцы у нас прям с синдзенцами держат всю линию. То есть они не дают к нам подступиться. Это очень хорошо. И здесь у нас поставки снаряжения в Испанию будут на вас влиять. Так, это, наверное, хорошо. Смотрите, они здесь не могут пройти, потому что здесь наша армия установлена. Следовательно, они боятся наступать на, как бы, территорию Советского Союза. Ну, громить Советскую армию. Так, переходим в группу армии Центр, друзья. Нам сейчас нужно будет посмотреть. Так, государство Третий Рыб, давайте на паузе, сообщает, что изменило дипломатический курс нам на объявить войну. Так, государство Японии объявляет войну государства Филиппина. Ну что ж, друзья, вот оно и началось. Субтитры сделал DimaTorzok